Всем респект, братва! С вами Марадир 120 гигабайт, это второй выпуск под Калста. Свежие новости из мира игр, шуточки за 300. Погнали! Первая новость касается последней игры от компании BioWare, Anthem. И новость эта печальная, ведь игра действительно может стать последней для некогда великих игроделов. Новинка стала самой низко оцененной игрой студии. Да, её оценили даже хуже, чем Mass Effect Andromeda. На сайте MetaCritic у Andromeda средний балл от критиков 71, а от игроков 4,9. У Anthem на самом старте средний балл от критиков равнялся 61, а от игроков игра получила жалкие 1,2 балла. Спустя пару дней средний балл от игроков чуть поднялся, но это не сильно исправило ситуацию. Жалобы вполне ожидаемые. Технические недоработки и скучный гринд. BioWare, конечно же, выпустили патч первого дня, который, тем не менее, исправляя старые ошибки, принёс с собой новые. Сразу скажу, лично мне кажется не очень справедливым занижать балл игры за технические проблемы. Другое дело делать это за недоработки геймплея, а именно гринд, отсутствие контента, общая пустота мира и хреновый эндгейм. Говорят, в игре круто летать и выглядит она охуенно, но это все плюсы, далее только минусы. Кстати, когда один из блогеров с ником GGGManLeaves опубликовал честный обзор, где нелестно отзывался об игре, Electronic Arts засунула его в чёрный список и заставила удалить видос. Дело в том, что видео было партнёрским, то есть Electronic Arts предоставила блогеру бесплатную копию игры в надежде на лесный обзор, а когда увидела вместо этого честное мнение, отреагировала подобающим образом. Надеюсь, меня они это видео не заставят удалять. Буду честным, для меня вся эта ситуация с Anthem была ожидаемая. Каждый раз, смотря по ней ролики и прочие материалы, я не видел в игре совсем ничего такого, что побудило бы меня в неё играть. Уверен, что игру попытаются ещё доработать и дай бог у них получится. Если же нет, то закрытие очередной легендарной студии, принадлежащей Electronic Arts, нам не избежать. Вторая новость немного ударяет по принципам нашего канала, где мы стараемся держаться подальше от политики, но мимо такого я просто не мог пройти. Так, погодите, для этой новости нужна другая музыка, секунду. Вот, так-то лучше. Итак, Метро Эксоду, смысл чуть более недели назад, а уже фигурирует в первом скандале на нашем российском телевидении. Корреспонденты с канала «Россия-24» разглядели русофобию в ачивке «Декоммунизация», которую игрок получает за то, что снесёт голову великому вождю, Владимиру Ильичу Ленину. В этом репортаже телевизионщики затирали чушь про майдан, то есть украинских разработчиков и прочую телевизионную дичь, которую в зомбоечке толкают 24 на 7. Лично мне не очень понятно, почему ачивка, которая связана с декоммунизацией, является русофобией. Разве мы сами не рады тому, что коммунизм в нашей стране закончился, открылись границы, экономика стала рыночной? Почему подобной критике не был подвержен, к примеру, фильм «Адмирал», где коммунисты показаны головорезами, убившими царя и адмирала Колчака? Может быть, проблема просто в головах наших российских корреспондентов, которые русофобию разглядят везде, где им это нужно? Либо комплексы у них какие-то? Чтобы разобраться в подобном поведении российских телевизионщиков, мы обратились к специалисту Истринского института по изучению корреспондентов российского телевидения Юдусу Андрею Экспертовичу. Здравствуйте, Андрей! Как вы можете объяснить подобное поведение телевизионщиков? Здравствуйте, Артём. Дело в том, что в наше время телевизионщики часто страдают особой болезнью, называемой долбоебизмом. Он проявляется в агрессивном поведении без особых причин, обидчивости, невосприятия и чужих мнений при абсолютном отсутствии аргументации в свою пользу. В данный момент мы ищем лекарство от этого недуга, но, к сожалению, его ещё не нашли. Поэтому советуем всем воздержаться от любой информации, которая идёт из телевизора. Артём? Спасибо, Андрей. В общем, всё, как я и предполагал. Кстати, хочу на всякий случай заметить, что всё сказанное мной ранее и после этих слов является оценочным суждением. Дорогие ребята с телевидения, желаю вам скорейшего выздоровления и возвращения в ряды адекватных людей. А пока у меня к вам просьба. Поскольку в играх вы ничего не понимали, не понимаете и понимать не будете, мы уже наслушались ваших великолепных экспертов. Не лезьте, пожалуйста, в наш мир, где мы стараемся не сраться из-за того, что политики меряются хуями. Заранее спасибо. Напоследок я припас для вас одну позитивную новость по ремейку Resident Evil 2. Если вас слишком пугал мрачный тиран, который настойчиво ходит за вами всю вторую половину игры, пытаясь засунуть огромный кулак вам в анус, мододелы помогут вам придать романтическую окраску вашим с ним отношениям. Для игры появился мод, который называется Beach Boy X, то бишь пляжный мальчик X. Установив этот мод, вы увидите в игре не мрачного тирана в чёрном плаче и шляпе с полями, а сексуального, накачанного мистера X в шлёпанцах, солнцезащитных очках и узких плавках, на которых виднеется логотип корпорации Umbrella. Кстати говоря, солнечные очки можно сбить выстрелом. Учитывая, что этот огромный накачанный мужик проделывает с вами в игре, подобный наряд лично я считаю гораздо более уместным. Похвалю фантазию автора этого мода и жёстко его отреспектую. Ну что ж, это все новости на сегодня. Не забывайте проставлять лайкосы, писать комментарии, делиться этим видео с друзьями, если оно вам понравилось. И если я пропустил какие-то новости, можете, кстати, также о них написать в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду. Тьфу, блядь! Я хотел сказать, с вами был Мародёр 120 Гигабайт, всем жёстких респектов! Йоу! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ